Был, раз уж ты закончил кино, был совершенно прекрасный фильм «Карты, деньги, два ствола», ну все же видели, да? Самая-самая последняя фраза, когда Громила бросает ребятам эту сумку с ружьями, и в русском переводе там было круто, а в оригинале звучит это was emotional, это было эмоционально. Спасибо. Круто, первый эфир состоялся, мы с Александром, мне кажется, нашли как бы вот такие интересные моменты для того, чтобы поговорить, а мы говорили все-таки о людях, в первую очередь мы говорили о людях, это да, о людьми, и очень важная ситуация, не то, что даже мы говорили о людях, мы говорили о том, что если серьезно послушать себя, увидеть, задать себе эти правильные вопросы, то каждый может быть счастливым. А потом все делать, 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 делать. Это было эмоционально. Два года я пытаюсь найти рецепты, которые могли бы люди, взяв к себе, попытаться сделать так, чтобы эффективность управления людьми в их компаниях повысилась. Я как коуч и как человек, который занимается стратегией в компании, сталкиваюсь с одной большой проблемой. Люди в компаниях никогда не знают, куда идет их компания. Давай начнем с первого вопроса. Что такое стратегия Skyeng? Стратегия Skyeng – это когда-то мы пытались понять, мы вообще для этого мира кто, то есть слова «миссия», все остальное, за громкими словами стоит одно. То есть можешь ли ты сконцентрировать суть своей услуги, что ты хочешь продать людям, какими-то короткими фразами, чтобы понял любой. И мы тогда себе сказали, что мы хотим быть способом обучения, который максимизирует вероятность достижения цели. Удаленка – это всегда шикарный кастинг. Это просто возможность найти лучшего специалиста, который максимально мэтчится с той задачей, которую ты хочешь решить с помощью этого человека. Все начинается с ценностей фаундеров. Абсолютно. Отцов-основателей. Вот какие у них ценности, такая будет компания. С точки зрения менеджмента всегда очень важно последовательно делать все. И скучные вещи, и знакомые вещи, они фокусируются только на том, что новому, что интересное, самое мерзкое. А самомотивация приходит либо от необходимости, ну то есть сдохнешь, если не сделаешь, да, либо от мечты, которая у тебя есть. Самое первичное – это мотивация людей к работе. Вот зачем человеку нужно у нас работать? Какие 90% частых ответов на этот вопрос? Деньги? Это идеальный ответ. То есть мотивация и обязательства возникают тогда, когда ты разговариваешь с человеком. Какой вот уникальный вирус ты запустил? Это не вирус, это все то же самое. То есть ты транслируешь все время одно и то же. Я еще вот когда в Яндексе работал, я там понял одну вещь, что как ты относишься к сотрудникам, так ты относишься к клиентам. Вот не бывает по-другому.